Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем говорить о том разуме, который нам очень важен, очень дорог и ценен, но он более станет ценным, когда он будет под влиянием духа, ума, обновленной. И поэтому нам важно сегодня разобраться, что же это такое и вообще, что происходит в нашем разуме, когда начинается война, с чем она происходит и как нам все-таки до конца ее преодолеть. И я в прошлый раз говорила вам о связи сердца и разума, что от состояния сердца зависит разум, как освещенный или затуманенный. Еще подтверждением этому может иметь место и с посланниками Фессианам, который я хочу сейчас прочитать, с 18 стиха 4 главы. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их». То есть причина затуманенности разума — это ожесточенное сердце и невежество, то есть нежелание вообще с этим разбираться. И причем это до такой степени итоги страшные. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. То есть если посмотреть на современный образ жизни, люди, которые в распутстве как будто бы находят удовлетворение, на самом деле это просто засасывает это болото с ненасытимостью. Образ здесь очень ярко так представлен. И доходит до бесчувствия. То есть все начинается с ожесточения сердца, которое потом приходит вот к образу жизни страшному, печальному, с последствиями и с горькими плодами. Но то, что нам предлагает в этой же главе апостол Павел — отложить прежний образ жизни ветхого человека. Отложить. Вы знаете, очень тоже хорошее яркое слово. Если мы знаем, как отложить то, что нам надо или не надо сейчас, мы просто откладываем. То, говорит, образ жизни вам надо отложить. Вот тот образ жизни, который был, если вы не остановите этот процесс, то он дальше вас будет затягивать. Отложите прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. А обновиться нужно духом ума вашего. Обновиться духом ума вашего. То есть слава Богу, что у нашего ума, у нашего разума есть дух. И вот этот дух — это тот, который связан уже с небесами. И если вы человек, рожденный свыше, то вы уже на связи с самим Богом. А что это такое? Это источник мыслей веков. Это источник мыслей вечности. И с таким Богом у нас есть уже взаимоотношения, взаимосвязь. И вы можете говорить, Господь, как Соломон попросил, дай мне мудрости, я молодой человек, мне надо управлять страной. И может быть, сегодня ты стоишь перед каким-то выбором, тебе какой-то вызов есть в жизни. Скажи, да, Господь, я не знаю, как это сделать. Но я думаю, что каждый из нас знает, что мы состоим из сильных и слабых сторон. И, как правило, мы опираемся на сильные стороны. Их, так скажем, ставим во главу нашей жизни. Хотим больше сделать полезного через эти сильные стороны. Но Господь далеко не всегда использует наши только сильные стороны. Он часто, наоборот, берет слабые стороны и являет там такую благодать свою, когда человек точно может и сам, и другие сказать, но это только Бог может Бог сделать. На самом деле, когда такие судьбы нам встречаются на пути, из грязи в князе, что называется, когда человек ничего сам по себе не мог достичь, но Бог берет его и обновляет его ум своим духом, духом ума. Приходит, освящает, и человек становится с потрясающими откровениями, становится тем каналом, по которому течет жизнь, и она просто бурлит, и другие люди омываются в этой воде, живой воде, которая идет от Бога. Поэтому начинается все с понимания, что мне что-то надо делать с моим сердцем, мне надо делать с моим разумом, также давая возможность обновляться моим мыслям, понимая, из какого источника мысль эта исходит. Мы говорили о трех источниках Божьих, дьявольских и наш физиологический уровень или уровень нашей информации, полученной раньше. То есть вот они, эти источники человеческие, Божьи и дьявольские. И какой надо оставить и, естественно, приоритетным сделать в своей жизни, это только то, что является выше наших мыслей, это Божьи мысли. И он сказал, мои мысли выше мыслей ваших, мои пути выше путей ваших. На самом деле, если Божья мысль высока и намного выше нашей, то встает вопрос, а можем ли мы ее познать? Не каждую. Но, в принципе, возможно, когда мы говорим об освящении ума, исходящем от источника духа. А таковым для нас является сам Бог. А значит, Он может делиться с нами своими идеями. Я думаю, что каждое открытие, которое было созидательное для человечества, оно приходило именно таким путем. Когда Бог озарял, кого-то даже во сне, как таблица Менделеева приснилась. То есть это то, что Бог давал как подарок для человечества. И становилось понятным, что это теперь надо использовать. И, как вы знаете, до сих пор вычерпываются и вычерпываются вот эти откровения. То есть обновленный дух ума. Но так как мы с вами сказали, что разум — это поле сражений, то поэтому и сейчас я хочу с вами прочитать еще один текст, уже связанный с таким понятием, как тоже Ефесянам, но шестая глава. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Итак, мы обнаруживаем, что наша брань, а она есть, во-первых, война, она будет в жизни каждого человека. И эта война не с физической плотью, а с духовной. В жизни каждого человека с духовным миром будет война. И потому он говорит, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом, могуществом силы Его, и облекитесь во всеоружие. Укрепляйтесь Господом, питайтесь от этого источника, получайте освящение на разум, получайте крепость на свой дух, и вы будете укреплены Господом, и можете противостать в день злой, взяв всеоружие». И вот этим всеоружием являются конкретные вещи. Шлем, надежда, спасение. То есть это то, что нашу голову будет защищать. Шлем, который защищает от неправильных вещей. Затем броня праведности, которая одевается на человека, как возможности неба, и защищает его от всего того, что ему навстречу может идти. Что касается щита веры, который может угасить все раскаленные стрелы лукавого, и меч духовный, которым является Слово Божие. Вы знаете, интересно, вот это обмундирование, и еще обувь благовестия на ногах. Вот это обмундирование, которое мы сейчас перечислили, и с поясом истины. Пояс истины — это сила, которую Бог нам предназначил. Благовестие — это твердость стоять на ногах. Потому что у римских воинов эти сандалии или эта обувь, она была с шипами. И шипы, они впитывались или впивались в почву. И таким образом он становился более устойчивым, что его было сложно уронить или как-то бросить на землю. Соответственно, вот это обмундирование, оно для нас является очень знаковым, особенно что касается меча. Для нашего представления меч — это всегда что-то такое очень большое, и рукопашный бой мечом. Но на самом деле у римского воина был меч в виде кинжала, небольшой. И именно этим мечом он вытаскивал из себя те дротики огненные, которые могли его поразить. Он мечом это делал, чтобы не обжечь руки. Он мечом это делал, чтобы быстрее это сделать. И так далее. Поэтому вот что такое битва в нашем разуме, когда мы Словом Божьим, меч — это Слово Божье, мы вытаскиваем эти лживые идеи. И помните, что говорил Иисус, когда Он оказывался под давлением этих дротиков? Да, ни одна стрела к Нему не смогла проникнуть, потому что Он ее отражал на расстоянии, щитом веры. Но путем, как Он это делал, и щит веры, и Слово Божье применял, то это было для нас, и было, и остается очень сильно показательным. Когда дьявол говорит, пусть сделай, если ты Сын Божий, то пусть камни сделаются хлебами, ты же голодный, ты можешь накормить, а Сын Божий имеет эту власть. Накорми себя сам. И Он говорит, не хлебом, а одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Он брал места Писания и цитировал, говорил, написано, написано. Написано Господу Богу, одному поклоняйся, Ему одному служи. Или не искушай Господа Бога твоего. То есть Он все время говорил, написано. И таким образом Он вырывал, или не допускал даже прилететь к себе этим дротиком. В нашу жизнь они могут попадать, как определенная ложь. И, кстати, дьявол, как лжец, вот эти вот стрелы-то и закидывает. Тебя не любят. Тебя там обошли вниманием. Тебе не оказали это внимания. Откуда это идет? Это идет от горечи, от отверженности. Это идет от непрощения. Это идут какие-то сигналы изнутри. Но если вдруг это и случилось, что тебя кто-то обошел вниманием, ты подойди, окажи внимание. Все ведь начинается с того, что мы принимаем решение послужить другим. И когда мы начинаем это делать, то в нашу жизнь приходит тогда и внимание, и любовь, и забота. Потому что мы сеем ее. Что такое посеянное? Это значит, придет урожай. И урожай сегодняшнего года мы не едим, как правило, мы едим его в течение следующего года. А урожай, который мы вырастили в прошлом году, мы едим сегодня. И поэтому давайте мы не останавливаться в том, чтобы сеять. Сейте всегда. Даже тогда, когда у вас мало есть, может быть, сейчас настроения нет, продолжай оказывать внимание человеку. Заботься о нем. Это посев его жизнь. Вот что такое обновленный ум, когда я живу соответственно с Божьими принципами, а не по чувствам, не по настроению, не потому что мне хочется или не хочется, а потому что я говорю, Господь, а что ты бы сейчас сделал? Ты бы сейчас обнял этого человека, и я его обниму. Ты бы сейчас сказал ему доброе слово, ты бы ему сказал, как он хорошо выглядит. Здорово, я тоже тогда это буду делать. Помоги мне это делать. Посмотрите, обновленный разум – это образ мышления праведника. А образ мышления праведника – это не человек отверженный, это не человек обиженный, это не человек забитый, с заниженной самооценкой, а образ мышления праведника – это тот, кто знает, кто он глазами неба, правильная позиция в глазах Божьих, как Бог тебя и меня видит, не через призму твоих достижений или поражений, а через то, что сделал Иисус, потому что мы туда идем только через Его победу, только через Его триумфальное шествие, и потому Он позволил нам встроиться сейчас в Его это шествие и идти вместе, и потому Он смотрит на нас, Господь, через эту призму, и как Он доволен был Иисусом, так Он доволен и тобой, и мной, и вот это образ мышления праведника, но там, где Он хочет нас преображать, Он говорит, хорошо, я пролью туда свет, я дам тебе благодать, я дам тебе силу, это изменять, и у тебя это получится. Итак, друзья, прочитывая вот этот текст «Наконец, братья мои», то есть там идет речь о всеоружии, которое нам надо брать, для чего? Чтобы сражаться на поле собственного разума. Я желаю, чтобы мы с вами эти вещи не пропустили, а наоборот могли для себя понять, в чем же, в каких областях жизни происходит дьявольская атака лжи. И несколько таких областей я хотела бы сейчас назвать. Прежде всего, это о нас самих. Да куда ты лезешь? Да откуда ты такой взялся? Да почему тебе больше всех надо? Да почему ты решил, что у тебя это получится? То есть вот подобного рода спектр вопросов или некоторых обвинений, либо осуждений человек может слышать внутри себя. Это дьявольский голос. Поэтому о самих себе есть такая ложь. Либо иногда наоборот подогревает гордость. Посмотри, ну ты же лучше всех. Ну кто там вокруг тебя вообще достойнее может быть? Поэтому вот эти вот вещи. С одной стороны, нам важно иметь высокую оценку о себе, но не за счет того, что ты унижаешь других. Это уже не Божий голос. Тогда это поднимается гордость. И в этом смысле, друзья, нам надо понимать, все, что я имею, это от Бога. Мне нечем гордиться. Все, чем я сегодня пользуюсь, или даже что пускал в оборот, или что сформировалось уже в моей жизни, это все Божьи дары. Потому что Он вместе со мной трудился, давая мне учителей, давая мне свои желания, вкладывая в меня свои мысли, полагая на мне свою руку, защищая меня. Это же все совместное наше взаимодействие с Господом. Друзья мои, слава Богу за то, что у нас есть такая уникальная возможность говорить о том, что истина в глазах Божьих. А мы уже говорили, что познайте истину, истина сделает вас свободными. Это сказал Иисус. Познать — это не только услышать, это применять на практике. И поэтому ложь, которую дьявол подкидывает о себе, затем ложь о других. Ложь о других — это тоже в сравнительном плане, потому что мы говорили, что в разуме есть такая способность сравнивать. Он начинает сравнивать, смотря, у этого лучше, чем у тебя, и рождается зависть, ревность, соперничество. Вместо того, чтобы Бог, который говорит, а вы радуетесь с радующимися, вот вам идет уже параллель Божьего взгляда и дьявольского, из которого мы можем сделать выбор. И мы читали уже текст Писания и Старозакония, так избери жизнь, чтобы жил ты и душа твоя, и потомство твое. И, соответственно, если мы с вами реально понимаем, что нам дан выбор, то мы выбираем. Я буду радоваться с радующимся, либо я буду ему завидовать, соперничать с ним. На уровне сознания или подсознания, или даже без сознания. Это идет из того, что я сердцем своим произвожу. И когда я говорю, Господи, я благодарю Тебя, что в Царстве Твоем прибыло, что человек сегодня в этом Царстве уже получает от Тебя благословение, и он вошел в период своей жатвы. Я могу вместе с ним порадоваться, потому что Ты его благословляешь в одном, и во втором, и в третьем. И я хочу научиться жить такой жизнью, чтобы мне тоже в жатву войти. И ведь это же все возможно, исходя из позитивного результата, который есть в жизни другого человека. И таким образом тогда те же самые сравнения, анализ и синтез, но тебя приведут к тому, что ты будешь получать от Бога слово, как двигаться на основании примера, который был перед твоими глазами. А может быть, уже и не один. Либо наоборот, оказывается, люди, которые в зависти настолько поднимаются против другого человека в этой лжи о других людях, что самого это разрушает, его окружение разрушает. И, к сожалению, даже тех, кому завидует, это тоже может коснуться. Также о складывающихся вокруг ситуациях. Это еще одна ложь или одна сфера, в которой ложь дьявол распространяет. Поэтому так много ситуаций вокруг нас, которые могут иметь место, и он подкидывает себе какой-то там параллель, ужасы, страхи, что смотри, вот это будет с тобой, вот это произойдет с тобой, потому что это с твоим родственником произошло, значит, и ты уйдешь рано с земли. Вот такого плана вещи, которые человека закабаляют страхом и ложью. Это два оружия, которым дьявол очень, к сожалению, успешно пользуется до сих пор. Поэтому распознавать ложь о себе, о других людях, о событиях, это наша с вами задача и ответственность. И если мы это делаем в системе, мы вырабатываем эту добрую привычку разбираться с ложью, обнаружить раз ложь, она только от дьявола, я от нее отказываюсь, значит, есть истина по этому поводу. А что Бог по этому поводу говорит? Нашел истину. И даже если ты еще так себя не ощущаешь царственным свеществом, начни говорить Господи, а я из царского рода. От царя не может родиться кто-то другой. Я принадлежу царскому роду, но для того, чтобы послужить, еще многих и многих привести в это царское место. Итак, друзья, мы подошли к завершению сегодняшнего нашего занятия. Я хочу предложить вам в течение этой недели заниматься вот этим анализом успеха другого человека. Насколько меня успех другого радует? Либо есть категория людей, где меня радует успех, потому что это мой муж, потому что это моя жена, потому что это мои родители, потому что это мои дети, либо это люди моей команды, а есть те, которые могут не радовать. То есть разберитесь вот в этих сферах, потому что нам надо понимать, если мы расширяем царство Божие, то мы расширяем его принципы на разные сферы жизни. Если же мы не расширяем, то они не расширяются. И потому я желаю вместе с вами сейчас помолиться, чтобы в этом анализе Бог нам помог честно посмотреть на свой внутренний мир, на свое сердце и сказать, «Господь, Ты зри не на опасном ли я пути, и сердце чистое сотвори во мне, Боже». Об этом мы и помолимся. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что могу благословлять людей чистотой сердца и себя в том числе. Помоги нам иметь то чистое сердце, при котором мысли освящены, и дух ума получает обновление, и потоки, идущие от престола, благодати приходят и в нашу жизнь. Я благодарю Тебя, Господь, я благодарю Тебя, что могу благословить на способность честно посмотреть на свою жизнь. И там, где нет сегодня еще радости за успех ближнего, прости за это, Господи. И расширь пределы Царства Твоего в том, чтобы радоваться каждому успеху, тех, кто рядом и тех, кто не рядом. Даже у тех людей, которые, может быть, нам неприятны, радоваться за то, что они тоже дети Божьи, и им приходит сегодня успех от Господа. Я благодарю Тебя, Иисус. Что наша жатва, она велика с Тобой. Потому что мы хотим засевать все поля, которые есть у нас сегодня. Каждый удел. Помоги это сделать радостью за ближнего. Помоги это делать обновленностью ума своего и духом ума. Благодарю Тебя, что в этой битве Ты дашь выиграть. И все дротики огненные вытащите своего разума кинжалом и мечом Божьего Слова. Ты в этом нам поможешь во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До свидания и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»